Здравствуйте дорогие друзья! С вами вновь Галина Малин, эксперт по интуитивному здоровью души и тела. И сегодня мы поговорим о духовном шоппинге, о том, как мы в этой жизни делаем выбор. И эта тема у нас появилась из ваших обращений, из ваших вопросов. И сейчас я вам зачитаю один из вопросов, которые мы рассмотрим. Мы рассмотрим несколько сегодня вопросов, которые являются нашей темой сегодняшней. И вопрос состоит так. Галина, доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, сколько всего курсов ТТ-хилинга? Я смотрю, есть ДНК-1, ДНК-2. И очень прошу помочь с выбором. На данный момент минимум 4 человека, которые ведут курсы в Казани. Как не ошибиться? Или здесь нет ошибки? Все ли учились у самой Вианы Стайбер? Как это проверить? Ну, давайте по порядку. Прежде всего, вы можете это сделать технически. В описании под этим видео я оставлю вам конкретные действия, как это сделать технически, по какой ссылке пройти, что посмотреть. Нужно отметить, по этой ссылке также вы можете посмотреть, какие курсы, сколько курсов предусмотрено по системе ТТ-исцеления, который дает Виана. И не только Виана. Есть инструктора, которые создают авторские курсы, одобренные Вианой. И некоторые из них ведутся совместно с Вианой. Также есть курсы, которые ведут дети Вианы. Поэтому, если вы хотите уточнить и точно узнать, проходил ли инструктор лично у Вианы Стайбер, вы тоже можете также посмотреть на сайте. Или же спросить у этого инструктора его сертификат. И в сертификате также указано, кто давал этот курс. Все это технически вы можете посмотреть именно по ссылкам и пройти. Все эти вопросы вы можете там посмотреть. Следующий момент, который касается второй части. Я его дополню еще одним вопросом, который также поступил в личные переписки. И вопрос такой. Не совсем понятно, зачем подробности про вашу жизнь в прошлом? О чем речь пойдет навстречу? Это в поддержку людей, которым плохо? Или это личностный рост? Или развитие? Я хочу сказать о том, что это прекрасный, замечательный вопрос. Потому что он раскроет нам основную часть именно вот этого духовного шопинга. И почему мы сегодня наблюдаем, как мы уже говорили, что говорунов сегодня развелось, появилось очень много. И как разобраться, кто есть кто, какую информацию несут. И очень важно, и какой же результат от этого люди получают. Что является результатом? Какой результат мы ожидаем? Ну, прежде всего, давайте о том, чтобы понимать, а что выбирать, из кого выбирать, из чего выбирать. Давайте посмотрим самое главное направление. Что такое духовный шопинг-то? Что мы в духовности-то ищем, и что такое духовность-то? Но прежде всего, когда вы обращаетесь к духовному, вы собираетесь научиться управлять энергией. Потому что если мы говорим о материальном выборе, мы точно можем пощупать, потрогать, что это из себя представляет, из какой ткани состоит, из какой материи что-то создает. А вот духовное, до такой степени, вот пальчиками нашими, потрогать, у нас такой нет возможности. Духовность мы ощущаем, чувствуем, воспринимаем через другие наши чувствительные и сенсорные восприятия. Так вот, понимая и собирая, когда мы начинаем управлять энергией, то это подходит и как и для личностного роста, для развития, и кому плохо, и по здоровью, в разных направлениях. И это уже вы сами определитесь, куда направлять вашу энергию, с какой энергией мы работаем. Ну, к примеру, давайте посмотрим. Мы видим и наблюдаем, так как мы сейчас говорим о системе ТТ-исцеления, то давайте посмотрим на этом примере, на той информации, которая есть в интернет-пространстве. Мы можем наблюдать эгрегриальные вещи. Я называю сейчас эзотерическим термином, но он очень распространенный, и очень многие люди, которые обращаются к духовному направлению, то они понимают и означают, ну, общее понимание, по крайней мере, что такое эгрегор есть. Поэтому есть эгрегор института, ТТ-Институт оф колледж, СИН, и эгрегор ТТ-Хилинг, русскоязычный. Когда мы прописываем, то мы это четко видим, какими буквами, как это написано. Так как ТТ-Исцеление – это процесс, а процесс не может быть эгрегором по априори своей. И у этих эгрегоров разные цели и задачи. Отсюда сопутствующие действия. Но чтобы было понятно, о чем речь идет, то на социальном примере видно по аналогии. Есть атомная энергия, а мы работаем именно с ней. Весь мир – энергия. И есть два эгрегора, у которых свои виды на атомную энергию. У этих двух эгрегоров разные цели и задачи в использовании этой атомной энергии. Отсюда сопутствующие действия и конечные результаты. А каковы же результаты? Ну, из истории мы знаем, что, используя эту атомную энергию, в 1945 году это Хиросима и Нагасаки. Результат – смерть-разруха. Другой результат – это атомная гидроэлектростанция. Мы получаем, что в результате? Свет, тепло. То, что называют еще мирный атом. Одна и та же энергия. А в разных руках разные результаты. Соответственно, знакомство со мной дает понимание, в каких руках атомная энергия. Поэтому сейчас вы можете наблюдать очень многим о том, что люди откровенно говорят о себе, о своем прошлом, о будущем, о настоящем. Здесь и сейчас мы видим различные прямые эфиры. То, кто как завтракает, кто как проводит свое время, насколько человек счастлив или, наоборот, огорчен и печален. Все это говорит о том, чтобы понимать о том, с какой энергией мы имеем дело. Вернее, в чьих руках эта энергия. И какой результат может выдать. Одна из моих студенток в свое время сказала, когда пришла на курс интуитивной атомии, говорит, что инструмент очень сильный и мощный. Но такое ощущение, что он находится... Вот в первое время люди проходят, когда после первых занятий от некоторых тренеров, о том, что как обезьяны с гранатой. Говорят, что куда забросят и куда ее кинут, никто не знает и никто не понимает. И многие осознают это и вообще просто перестают этим пользоваться. Но давайте мы посмотрим о том, как же сделать выбор. Да, вот спрашивают о том, как же происходит этот выбор. Ну, на самом деле все гораздо проще. И отличить где ложь, где истина тоже достаточно просто. И я хочу вас лишь направить и посмотреть, как вы делаете вообще в этой жизни выбор. Более детально, так же под этим видео вы найдете алгоритм выбора. Общаясь с вами, со своими подписчиками, с друзьями, с клиентами, со студентами, они рассказывают о своих достижениях, как они используют свою энергию, как они привлекают энергию других людей из другого пространства, как они взаимодействуют, удачные или неудачные. Все мы это обговариваем. И вот интересно, что получилось. Мы на самом деле, оказывается, духовный выбор делаем точно так же, как и материальный. К примеру, вспомните, обратите, как вы в жизни делаете выбор, вот что-то приобретая материальное. Ну, к примеру, вы выбираете себе платье, костюм. Чем руководствуетесь при выборе? На что обращаете внимание? Какие приоритеты расставляете? Есть ли вообще приоритеты? Может быть, вы просто ведомы. Ну, и когда, если вы рассмотрите, ну, прежде всего, у вас есть желание, да, приобрести это платье, костюм, уже от этого отталкиваемся, что вам это необходимо. Если нет желания, то даже в эту сторону не то, что смотришь, да, мыслей нету, да, ну, и совсем. Поэтому, конечно, есть прежде всего желание. Далее вы смотрите его предназначение. А предназначение что? Ну, это на какое направление? Ну, к примеру, может быть, оно свадебное, да, вечернее, коктейльное, пляжное, потому что, ну, чисто вот посмотреть по нашей социальной жизни, в свадебное платье на пляж не пойдешь. Или в пляжном прийти на, скажем, концерт в театр, да. Ну, хотя, конечно, многие это тоже, бывает, делают, да. Сегодня народ креативный, в общем-то. Но я сейчас хочу вас направить именно в том направлении, о том, чтобы вы заглянули в свою жизнь, в свою личную жизнь, оглянулись или же посмотрели вперед о том, как вы делаете этот выбор. И под этим видео вы найдете алгоритм этого выбора и посмотрите, насколько он совпадает с тем, что вы делаете, как вы руководствуетесь этим, руководствуетесь ли этим основными какими-то направлениями, действиями. Ну, и что, на что я обратила внимание, когда я вот так вот расписала, да, после нашего общения с вами, то я заметила, что наставника-то я практически себе так же и выбирала. Тоже очень внимательно смотрела и ничем абсолютно не отличается от того, как мы делаем им материальный выбор. К примеру, когда мной выбирала стиральная машина на этом большущем рынке для потребителей, то принимала к сведению все технические, потребительские, брендовые, ну и тому подобное, такие вот качества, основываясь на алгоритме выбора, что изложен под этим видео. И повторюсь, что когда мной выбирался духовный наставник, так же учитывался весь алгоритм этого выбора. Почему такое вот сравнение? Ну, изучая, исследуя человека, то образуется такое понимание и предназначение человека. Человек – это идеальная машина для генерирования любви. И мною даются все технические характеристики моей личности. В видеосообщениях, в личных контактах, на живых встречах. На живых встречах вы можете пообщаться, вы можете потрогать. Я обожаю обнимашки. спросить, чтобы вы могли максимально понять, чего вы хотите, чего вы хотите получить в итоге и что можете получить. И у меня нет намерения вам понравиться. Я с вами знакомлюсь, и не более того. В этом мире все происходит относительно чего-либо. Я такая, какая я есть. Я живая. А на цвет и вкус, друзей, нет. Но мы можем дружить, несмотря на то, какого цвета у нас волосы, какого цвета у нас кожа, на каком языке мы говорим, когда мы говорим на языке любви, на созидательной энергии, то, как говорят, знаете, и будет вам счастье. Просто посмотрите на собственные желания, и совпадают ли наши с вами эти цели и задачи. И, конечно же, соберите все эти критерии, аспекты, и лишь тогда принимайте решение. И прежде всего, чтобы это происходило безопасно, помните, что с энергией не шутят. Помните, есть Хиросима Нагасаки, а есть гидроэлектростанция, в чьих руках эта энергия. Знакомьтесь, задавайте вопросы, получайте ответы, так как иногда говорят о том, что выбирайте сердце. А что делать, если сердце молчит? Говорят, прислушайтесь к душе. А что делать, если душа молчит? Вот многие, когда договорят, выбирайте так. Я разговаривала с людьми, я это делала сама, но на сегодняшний день очень многие люди эгрегриально зависимы. И разобраться в этом достаточно трудно, когда сердце молчит, а душа спит. А чтобы ее разбудить, чтобы сердце запело, я вас приглашаю на наши открытые встречи, где вы можете задать абсолютно любые вопросы, где вы можете потрогать, пощупать, поупражняться, почувствовать эту энергию, энергию, с которой мы работаем, энергию, которой вы обладаете. И желаю вам найти своего мастера. Их достаточно много, есть прекрасные мастера. Обучайтесь у разных мастеров. Это вот такие мои рекомендации. И буду рада вас видеть на своих открытых встречах, на своих курсах. Ответственность за движение энергии, которые есть в моем пространстве, несу я лично. И до встречи на курсах с Галиной Малин. Всего доброго. Пока-пока. До встречи.